Сейчас идут работы по фрезерованию. Часть мы привезли вот этих плит на лотки. Вот мы даже установили, сейчас можно даже посмотреть. Эта работа практически уже на завершающей стадии находится. Смотрите, мы для безопасности сделали вот заливку. По-моему, это специально европейская. Здесь, чтобы никто не наступил, не сломал. Когда тонкие вот эти вот грани, это могло ломаться, либо каблук попасть мог сюда. Вот это теперь вровень. Джекей был. Он одобрил, да? Да, и все это вровень. И рисунок сохраняется навсегда. Ну да, это правильно. То есть и безопасно, в первую очередь. Сейчас они установлены, будут какие-то моменты, которые есть. Дефекты, да, сколы есть. Они будут все дорабатывать и устранять, чтобы он был в нормальном виде. Это пока установили его на место. Все вот эти чаши были полностью заполнены. Три чаши, мы уже заполнены водой. Не течет ничего, да? Ничего не течет, все сделано хорошо, качественно. Там, где уже строительная техника перестает ездить, да, вот уже начинаем устанавливать вот эти вот каналы, да, там, вот. И вода там уклонна, все это рассчитано, да. Все, воду наливали? Конечно. Здесь площадка, у нас здесь проход узкий, мы его не можем расширять. Здесь площадка и лестница еще туда, а когда мы эту часть сделаем, еще один такой же пандус туда пойдет. Насосная станция, она полностью у нас обеспечена инженерными системами. Там идет обвязка, уже практически на завершение идет сейчас обвязка у нас. А вот наши вот эти, которые мы ждали, это запас воды, 170-кубовый 2. Когда будет готово? Четыре дня нам еще надо, чтобы полностью подготовить к подъему, да. И тогда уже будет готово. Стекло все на место идешь? Стекло будет 10-го числа. 10-го? Да, на обвязке. Как раз к тому моменту, когда мы все сделаем, выставим ее наверху. Нижнее кольцо залито, видите, бетон. Сейчас верхнее кольцо под вот этот витраж заливает. Зимой как она? Играть будет? Зимой все хорошо будет на сибирске. Играть никаких с ним не будет. На списку возьмите. Подка снимите. Мы никуда не денемся. Мы их просто выставим и покажем. Вот ребята обещали, слово дали и так далее. Первая зима покажет. Хорошо, хорошо. Согласен? Согласен. А гнезда уже готовы? Вот они собирают, видите, они собирают и на них начнут. Получается, на этой отметке они ходят, а там будет покрытие. По ходу, как они нам дают чертежи, вот мы и моментально. Мы это исполняем, то есть мы готовы принять их оборудование. А оборудование уже здесь или нет еще? Нет, вот оно в производстве. А когда будет выставлено? Вот он обещал 15-16 февраля. 15 февраля? Да. После того, как мы смонтируем этот цилиндр, их оборудование, после этого мы завершаем перекрытие. Здесь у нас будет водопад, если вы помните по проекте. Вот ребята облицовкой занимаются. Ну вот это все Шамиль как требует, вот как проектировщик. Все вот. Надо там все первопрекляемые. Я смотрю, что маршрут сделают, да? Да. Сколько метров получается так вокруг? Я смотрю, что маршрут сделают. Вот она, как эти водопады вставятся. Заходим. Заходим. Вот здесь нет, вот здесь самая фишка, это вот тут вокруг. Сердце фонтана, да. Ну вот она пульсирующая такая. Последний раз мы здесь были 10 декабря. Тогда у нас была проблема с камнем. Как раз Алексею обозначили. И никак не могли вписаться в сопряжение. Сейчас вроде эту задачу решили. Камень полностью у нас незамей есть. Боковая часть тоже есть. И где-то 15 февраля, я как понял, вы уже начинаете облицовку внутренней стороны делать. Так же, да. Так и есть, да. У нас вторая проблема, это был купол, который долго не могли привезти. Купол тоже приехал. Вот он здесь стоит. Ее тоже начнут где-то 10 февраля уже устанавливать. Те помещения, я как понял, внутрь обделка не сделана, да. Ну, музей идет, облицовка. Облицовка только идет. И ждем пока сама конструкция, оснащение пока он приедет. Детская площадка, мы видим, у нас здесь приехала, стоит. Деревья, в основном, их посадили, да? Да, посадили. И плюс вопрос стал по инженерным сетям тоже. Электричество и вода. Электричество тоже подключили. В принципе, те работы, которые подрядчик должен сделать по оборудованию, проверить это оборудование, они могут уже приступить. Да, и по воде тоже, водоснабжение тоже есть на территории парка. В принципе, все, что не оборудование. А какие проблемы у нас не заметили? То есть, основное, что было у нас, вопрос на герметичность фонтан проверили, заполнили. Все нормально. Резерв воды, там, очистка воды, все это в работе, сейчас обвязка идет. Ну, сейчас они начнут уже как раз и тестовый режим насосов фонтана. То есть, здесь начнем и прочие инженерные системы уже доводить до ума, тоже завершать. Это будет один из самых лучших фонтанов в мире. И у нас еще пойдет канатная дорога, она тоже выходит, по-моему, уже на проект. Да. Где-то в апреле. В апреле она завершается проектированием, будет заходить на экспертизу, в август экспертизу. Поэтому Дербент только будет расцветать. Заверяем жителей Дербента, что это будет один из самых лучших городов на юге России. И все туристы, и все будут приезжать к нам. Вы сейчас сами видите, чем больше Дербент развивается, больше рабочих мест будет организовываться. Но если и канадная дорога, и 12-км набережная у нас будет, это, ну, никто за границу не будет ехать, все только Дербент. Спасибо Гвейфу, спасибо Сулейману, спасибо Джикею, которые нас поддерживают. Спасибо правительству, Единой России, которая тоже нас поддерживает. Значимый проект как для республики, так и для всей России. Вы правильно сказали. Чем больше здесь будет красоты и удобства, на самом деле поток туристов тоже увеличится. Но в первую очередь это для местного населения, для наших дагестанцев. Спасибо и Рустамбеку, и городу, и всем, кто рабочим, которые здесь заняты сегодня.